друзья всем привет мы находимся в египте кургада в самом крутом отеле rixos и сейчас мы отправимся на обед да всем привет я как раз сижу читаю комментарии а что пишут что пишут ну пишут много чего хорошего и и кстати пишут по поводу там ты говорил по поводу этих сертификатов а просто на самом деле какая-то запутанная вообще система не понятно то есть какие-то признаются какие-то не признаются и мне вот когда мы летели сказали что ну желательно советую всем чтобы делали сертификаты потому что и бойся эти тесты здесь на самом деле вот как когда ты влетаешь вот те кто тест делал в египте то без проблем сюда попадают но короче тут она как-то все еще не устаканилось с этими сертификатами потому что разные формы разное это поэтому когда мы летели мы делаем мы с тестами прилетели хотя вот у или есть прививка вот ну и все все в самолете практически показывали теста там какая-то такая неразбериха получилось но сказали что якобы обманул но на самом деле не обманул как-то короче но вы сами все понимаете что еще не понятно что действует что не действует поэтому нам сказали сделайте тест и все сто процентов не будет никаких вопросов в пограничном потому что иногда у людей не принимали сертификаты заставляли делать тесты по прилету это так сказал ну да все таки мы послушали туроператора ну который я как бы отвечает за нашу поездка не я думаю через неделю возможно она как бы будет там может и действовать сертификаты все нормально но сейчас просто какая-то что-то там меняется все меняется то это я думаю вы сами понимаете потому что правило там сегодня одни завтра другие одни сегодня одни какие-то бланки сертификатов смотришь на востях потом уже какие-то другие появляются вот я короче сам я в этом даже не разбираюсь ну да нам сказали сделать тест и мы сделали тест и вот так если вам скажут ваша сертификация действует то ваш сертификат вакцинации действует я тоненький сертификат когда покупаете путевку если у вас есть сертификат о вакцинации просто сбросьте его турагенту и скажите это сертификат действует и она вам точно скажет типа будут вопросы на границе не будут потому что вы знаете в одной стране сертификаты какие-то действуют где-то там признанные вакцины где-то непризнанные короче тут какая-то в мире непонятка как для меня происходит я просто в этом вообще полный ноль поэтому лучше вот у турагента спросите вам точно скажет потому что все меняется постоянно надо так мы направляемся в сторону ресторана здесь вот проходим эти бассейнике чуть позже в них уже будем купаться везде играет лаунж музыка спокойная ненапряжная людей почти нету вот это идут виллы такие индивидуальные номера со своим бассейном стоимость таких вилл примерно 1300 долларов за одни сутки мне вот интересно здесь я встречу как кого-то из каких-то известностей может каких-то знаменитостей может быть алексей крыло можно с вами сфотографироваться так селебритесь вот это вот главный ресторан сейчас зайдем посмотрим что тут на обед дает так здесь получается идет такая лента лазанье ну здесь идет стандартные наборы салатов здесь есть такое ограждение то есть и там ходят официанты и вы им заказываете они вам накладывают есть вот эти вот паста из баклажанов они видеть одна тарелочка орехи есть лица до хлебушек разная выпечка булочки какой-то красный хлеб желтый хлеб хлеб с лошадями с цветами так и здесь есть внутренний тоже внутреннее кольцо здесь идут всякие десертики наверное безумно вкусные надо будет попробовать вот эти огурцы называются короче пахлава медовая овощи фрукты всякие разные виноград бананы есть манго персики груши сливы свеженькие то здесь еще одна стойка с десертами но я к сожалению десертам отношусь так равнодушно можно сказать я больше там по мясу вот по рыбе а здесь закуски всякие есть с креветками салатики о крабы и креветки есть так что ты хочешь попробовать что-то крабы мидии креветки кальмары здесь национальные как блинчики тайская курица здесь у нас в мидии овоща микстан с овощами а это национальный пирог пишут гуляш потом это фрикадельки мидболы тут есть еще детское питание в баночках для совсем маленьких детей супы рис здесь рыба креветки рис с креветками картошка фриз наггетс курица это бульон с курицей и овощной супчик есть это из турки индюшка гриб рыба рис с креветками это тоже рыба бирьяни рис так это у нас картошка с куриными ножками тоже курица кстати тут на обиде играют белый чилист я узнал эту композицию это океанельцы песня такая еще я подошел к делу с морепродуктами вот смотрите попросил краба он дал два краба мидии красная рыба и кальмары и еще там лаймики чтобы также попросил колу колу приносят в стеклянной бутылочки и стаканчик со льдом отдельно тут еще такой прикол что каждое блюдо подается на отдельную тарелку и красиво накладывают то есть они не наваливают на одну тарелку все подряд а вот делают так чтобы на тарелке все выглядело красиво и гармонично так но многие скажут да тут действительно вот то что все люди любят и хотят чтобы было гора креветок гора мидий гора устриц здесь все это есть но опять же найдутся недовольные которые скажут а почему так дорого короче люди хотят чтобы был вот такой вот уровень обеда но цены были такие как пониже так и мы вот сидели и думали чего же не хватает чего же не хватает к на машину обеду и решили заказать шампанское вот спросили если у них шампанское они сказали да и тут прикол нам приносят шампанское пластиковых стаканах ну что все очень прям изумительно вкусно креветки просто шикарнейший сама больше мне понравилась красная рыба просто изумительно еще тут я заметил кстати у всего персонала есть знаете бейджики с именами и еще рядом с бейджиком висит круглый такой значок на котором написано вакцины и ты то есть вакцинирован я вот думал как это вот будет когда уже все вакцинируются но типа это же что ходить всем показывать вот паспорт я вакцинирован или что или как типа но все же должны как-то различать кто вакцинирован кто нет вот оказывается это будут красивые такие значки элитные они так с гордостью носят вакцины это вот я считаю что надо выдавать не вот эти и не плр тесты не не сертификаты вакцинации надо давать вот такие значки прям крутые вакцины этот чтобы люди их носили вот так вот с гордостью вот так вот рядом с табличкой с вашим именем вот так вот я думаю должно быть в будущем не вам всех да да что ты вакцинирован значок такой типа знаешь как раньше все носили вот типа ВЛХСМ Ленин типа партия мир труд май чтобы у всех так сейчас были типа сачки вакцинирован с гордостью или вакцинирован такого-то числа как у Анжелины Джоли у нее что есть который рост где с рождением детей а там надо делать вакцинацию каждый год ну да вакцинировался такого-то числа вторая такого-то и тут список будет да чтобы сразу все видели есть вот там еще на улице гриль такой уличный гриль там лежит такое красивое мясо и там можно заказать выбрать кусок мяса из которого он пожарит стейк сделают прожарку как хотите короче прикольно но я уже просто не могу я за один раз все невозможно попробовать так еще вот на десерт взяли манго ну я чищу конечно ему некрасиво надо нож взять вот с меня тут наверное все смеются ну ну еще манго по-пацански но нормально да все вот почистил и теперь можно есть ну кстати не не во многих отелях есть прям манго это первый раз вижу что давали манго я тем более первый раз это единицы ну как отлично что ж друзья путешественники на этом все буду заканчивать это видео показали обед в риксусе подписывайтесь на канал если хотите еще увидеть экскурсию по территории узнать тут плюсы и минусы задавайте ваши вопросы постараюсь на них ответить показываем все как есть потому что уже вот писали что риксус заплатил нет никто не платил это мы сами взяли чтобы но посмотреть и показать потому что отель повторюсь открылся буквально два месяца назад и о нем информации в сети еще мало вот заплатил я был бы реально очень рад я буду сейчас сожалению ну я думаю риксус просто не нуждается в рекламе на самом деле вот поэтому мы просто показываем чтобы люди были осведомлены вот так же в описании под видео я оставляю полезные ссылки в целом по египту что можно посетить и здесь куда в целом можно сходить в бургаде на какие экскурсии можно съездить в следующих видео еще будут обзоры этих экскурсий мы собираемся поехать в луксор там посмотреть и старый город и гробницы вот все это будет еще так что всем путешественникам желаю хорошие погоды теплого моря и незабываемых впечатлений всем всем пока всем пока субтитры сделал DimaTorzok